Сегодня у нас интересный перелет из Украины в Милан в этом месяце это уже третий перелет Все сливается в одно, но в принципе при отработанной схеме это работает Огромное помещение, очень интересные потолки, при том что здесь большое помещение, они его не стали скрадывать за счет стен Они сделали стеклянные стены, на этих стенах они пишут тренировки, ферма посредине По оборудованию я если честно такую ферму не знаю, могу сказать одно, что о таком я в детстве мог только мечтать Порядка 40-50 штанг, в наши годы когда я начинал тяжелую атлетику, если на отделении было 5-7 штанг, это уже считалось круто И если среди них была одна ровная, а не погнутая, то это вообще... Ну а так, классический зал по кроссфиту с таким духом пахоты Здесь будет очень комфортно проводить семинар, что мы в принципе завтра скорее всего и увидим Так, по поводу теоретической счастья, как говорил, на семинаре есть возможность показать все с графикой и не просто на пальцах, а уже как бы показать картинку Есть дополнительные разные всякие кадры с соревнований, которые подтверждают либо опроверждают определенные теории Есть сравнительные характеристики Вот, весь материал, который был накоплен, это графический, визуальный Весь этот материал используется во время теоретической части для того, чтобы наглядно человеку показать, что у нас есть разного или что у нас есть схожего в упражнениях Самые распространенные ошибки, ну и, конечно же, методы решения их, потому что ошибки есть у всех, независимо от того, поднимаешь ты 240 в рывке или 700 в толчке Все равно ошибки есть у всех, и вопрос только в том заключается, борешься ты с ними или нет Музыка Наши задачи в этом движении сделать стендапию с ногами Но стендапия не так И не так Мы должны синхронизировать этот движение Стендапия с ногами в связи с телом Наши задачи должны быть в то же время Поэтому мы делаем первый движение Нужно один движение Это означает, что контакт и быстрее Элбосы В твоей голове Нужно прыгать и прыгать на полной ноге В этой позиции Для этого не пытайся двигаться Не пытайся двигаться Не пытайся двигаться Не пытайся двигаться С певцом это возможно Но с тяжелым весом Это будет гораздо сложнее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы приходите в джим И хотите сделать стендапию Затем 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я движусь на ноги, когда я ударил себя, я стою на полотенце. Так, это выглядит смешно, но, верите, сегодня, во время воркаута, многие будут пытаться это сделать. Вы знаете, постоянная проблема заключается в том, что очень многие, кто не верят в себя, они вот наслышаны, что все должно быть плохо. И вот они как бы думают и сразу, потому что у многих хорошая подвижность, хорошее тело, то есть готовое для поднятия, но они почему-то лимитируют себя, говоря тем, что у нас плохая подвижность или еще что-то. Это мой вопрос. Это не проблема. Это не проблема. У тебя хорошая позиция. Для меня это очень сильное. Нет, это не проблема. Ну ничего, мы им после обеда покажем. Как думаешь, рвать будут сегодня они? Я думаю, что рвать будут все, а вот кто будет фиксировать, это уже второй вопрос. Это уже как бы... Как говорил один из тренеров, что рывок состоит из двух частей. Тяга и фиксация. Прием. Вот. Тягу, я думаю, как бы сделает, а вот по поводу фиксации, это не за один день строится. Ну ничего, посмотрим. Слушай, на каждом семинаре пытаются поставить новый рекорд. Ты такую задачу перед ними не ставишь. Почему они это делают? Я не знаю. Может быть, это какая-то неофициальная информация. До семинара оглашается. Вот. Потому что я всегда на доске пишу не больше 80% и по желанию вверх. Но все воспринимают по желанию вверх как особенность. И все начинают дергаться именно. Даже если не делать неправильно, все равно лететь вверх. Слушай, какой твой прогноз? Сегодня? Будут рекорды? И кто может? Да блин, да рекорды как бы это не главное. И вообще, если бы можно было... Если бы можно было перекрутить бы понимание и ментальность людей, вот, вообще бы остановил бы всех на 70%, а может даже на 60%. И сделал бы с ними там полтора часа эту тренировку. Но проблема в том, что все же хотят сразу как бы проверить новое движение. Поэтому если им не дать это сделать, они просто расстроятся. В очередной раз убеждаюсь, что иногда атлеты, которые старше 30 лет и больше, которые знают очень много о тяжелой атлетике из интернета, они стараются придумать больше проблем, чем есть в реальной жизни. Поэтому иногда то, что мы знаем из интернета, нужно как-то еще соизмерять с тем, что мы делаем в зале. То есть просто читать и учить и смотреть, этого недостаточно. Иногда нужно как бы практику совмещать с теорией. Потому что иногда теория здесь, практика здесь и в результате получается no way. С injected. СSab winning. Как вы думаете, мы с Юрем разговаривали буквально 15 минут назад Что вы по этому поводу думаете, напишите, пожалуйста, в своих комментариях, пока я тренируюсь Потому что я сказал, что это плохо влияет, но мы уже не говорили о радиации, а всего остального Юрий вообще считает, что без этого жить нельзя Ты про возраст забыл сказать, ну что, уже 33 как-то Мне? Мне еще 32, я еще молодой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Минаментально, это параллельно, это минимум, но я вам не рекомендую это Это должно быть 10-15 градусов, потому что когда вы в этой позиции, это хорошо для котлбел Субтитры создавал DimaTorzok Это помогает вам обрабатывать и помогать вашу руку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Был объявлен отбой на час, но они им не воспользовались, поэтому сейчас они об этом жестко пожалеют Они дали мне возможность поспать, соответственно я сейчас увеличу тренировку буквально на пару подъемов и на пару упражнений Сейчас мы сделаем 1-1 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Время, когда вы проведете колесо в одному положению, это первое. И потом мы увидим, что будет снизу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...